Всем привет, народ! В воскресенье обзорище и в это воскресенье я вас не кинул. В прошлое кинул, потому что были причины. Мы сейчас вообще... Ну, многие знают, те, кто на мой инстаграм подписан, те точно знают, что происходит в моей жизни. Те, кто не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы знать, что происходит в моей жизни. Если вам, конечно, интересно, если пофиг, то не надо. Смотрите просто ролики на ютубе. Мы сейчас вместе с Виктором Бурдану, вы знаете, как... Топ-1 сушист в России, может так назвать, наверное. В общем, мы с Витькой открываем сейчас заведение свое и очень туда погружены полностью. И Витя, и я, и все, кто вместе с нами связаны. Времени на той неделе не было совсем, на этой неделе у нас все-таки обзорчик, потому что это традиция. Нельзя нарушать традиции. Воскресный обзор должен быть, но иногда может не быть, когда на это есть причины. В общем, по поводу кафешки анонс все сделаем. Все будет очень вкусно, скромно, но очень вкусно. Что сегодня? Сегодня у нас батл по фактам, назовем это так. На меня вышли ребята из футбенда, а на меня периодически выходят ребята из футбенда. Вот, один раз, года три назад мы делали батл с Папа Джонс. Реально выровнялись ребята, практически один в один оценки. Сейчас вы увидите здесь, вот здесь и здесь оценки футбенда и Папа Джонс. И тогда они Папа Джонс проиграли чуть-чуть по вкусу, но в целом показали себя хорошо относительно пиццы. И я футбенд стал уважать. То есть с тех пор я в принципе футбенд привожу в качестве хорошей, хорошей доставки пиццы, где вкусное тесто, где нормальные начинки, где все достойно. Но тем не менее их пиццу я не ел уже довольно давно. Еще дольше я не ел пиццу от Доминоса. А Доминос я привожу всегда в качестве примера. В принципе тоже хорошего теста, хорошего количества начинки и лучше в плане скорости доставки. Потому что Доминос делает всегда маленький регион доставки вокруг точки, но привозит за полчаса. Не знаю сравним сегодня или нет. То есть вот в этом плане, по этому критерию Доминос скорее всего обыграет футбенд. Футбенд по вкусу фиг знает, потому что и то и другое я ел очень давно. То есть я в основном всегда заказываю у себя Папа Джонс. Они стали возить более-менее быстро. То есть там 40-50 минут в моем районе они доставляют. Ну Папа Джонс для меня, типа люблю я Папа Джонс. Вот ничего не могу поделать, понимаешь. Хотя многие пишут, что Папа Джонс это блее. Но мой такой выбор. Короче, футбенд предложили сделать батл их с Доминосом. Меня это заинтересовало, почему нет, потому что Доминос уже давно требует перетеста. А футбенд любопытно. Футбенд любопытно. Они красавчики или они уже не красавчики. Вот, в общем ждем. Сделали два заказа. Ждем. Пока звонков не было, сейчас позвонят, скажу вам что-то как. Короче говоря, позвонили нам из футбенда. Приятная девушка, прям отличный голос. И позвонили из Доминоса. Суровый, мощный мужик. Подтвердим заказ. Вот так со мной разговаривал. От души классный голос. Прям на радио надо работать с этим чуваком. Доминос удивили. Доминос сказали, а у нас сейчас мало курьеров. Видать, много заказов. Поэтому они нам привезут в течение часа. И в течение 50 минут обещал привезти футбенд. Посмотрим, кто из них соблюдет. То есть, вот мы ждем. В 12.20 нам приедет Доминос. Прям вот четкое время нам обозначили. И по идее, по идее, через вот прям чуть раньше должен приехать футбенд. Ждем, сравним. Я заказал три пиццы. Кстати, по пиццам. Я сначала, короче, залез на сайт. Потом посмотрел, что есть акция у футбенда через приложение установить. У них новая приложуха для андроида и для iOS. Но у меня iPhone, поэтому я пользуюсь им. И посмотрел пицца пепперони в подарок при заказе через приложение. Но не стал заказывать я вот эту вот акционную пиццу. Потому что мы не сравниваем акционные товары. Никогда. Плюс она еще маленькая по размеру. А я заказываю максимальный. И вот, что я заметил. У футбенда максимальный размер пиццы 40 см. Есть 30 и 40. А у доминоса есть размеры от мал до велик. Но велик все равно меньше, чем 40 см. 33 максимальный размер у доминоса. Я раньше что-то не обращал внимания. Но почему-то у них нет больших пицц. Вот как у Папа Джонс, как у того же футбенда. То есть 33 см. Я и там заказал максимальные размеры. И у футбенда заказал максимальные размеры. Но не через приложение. А вы можете установить приложение. И получите пепперони в подарок. Вот такие дела. Ну футбен. Что футбен захотел? Такой батл. Поэтому от души могу порекламировать их приложение. Но а по поводу качества их пиццы. Мы сейчас посмотрим. И вы уже примете решение. Заказывать там. Или заказывать там, где вы хотите. Погнали. Короче, футбен доехал. Доехал. Без 5.12. А заказ мы сделали в 1.05. То есть ровно за 50 минут. Прям по максималочке прошлись. Еще чуть-чуть. Еще минуты, грубо говоря, и опоздали бы. Относительно обещанного. Ништяк. Так. Просто смотрим температуру. Факкин щит. Это очень горячо. Ну в смысле пиццы. 68 градусов. Вот реально, ребят. Естественно, мы договорились когда неделю назад. То есть они знали, что, конечно, будут везти ко мне. Но опять-таки это из теории заговора. Все говорят, о, они знали, сделали лучше. Если доставка, кафе, ресторан, все что угодно. Куда вот приходят там блогеры что-то снимать. Не умеют готовить. Они не научатся готовить от того, что в их жизни неожиданно появился какой-то чувак с камерой. Понимаешь, медийный. В том числе и здесь я не думаю, что это самое. Они научатся. Так, жаришка. 68,3. Прям четко вообще. 68,3 градуса. Горячая пицца. Горячая пицца выглядит хорошо. 40 сантиметров. Да, Настя Явлеева, скажи, что это неплохо. Не, ну это нормальная история. Но прикол в том, что футбенд, например, не прикладывает чек. Это как факт. Вот есть заказ. Кстати, заказ номер 1,372,164. Дим, тебе звонят. Это, наверное, Доминос. По идее. Давай, давай, давай. Алло. Здравствуйте. Это Домино спится? Здрасте. Вам задача потребуется или нет? Да, у нас купюра одна. Купюра одна, пятерки только. Из пятерки. Хорошо. Да, спасибо. Так, а если чуть-чуть пораньше заказ привезем, не сейчас страшно? Да, это будет прекрасно, если пораньше привезете. А, если пораньше, хорошо. Конечно, спасибо. Сейчас. Ага, да, спасибо. Да, до свидания. Фу. Обещали в 12.20, сейчас в 12.00. Обещали пораньше привезти. Доминос, молодцы. Да и футбенд молодцы. Комплектация футбенда более чем скромная. Мы заказали на две персоны. И, в общем-то, мы можем себе позволить пожевать прекрасную жвачку Ловиз. Один человек сможет себе позволить два раза поковыряться в зубах. Один человек сможет поковыряться единожды. Поэтому имейте в виду вот этот момент. Ну и по одной салфеточке. Ну, как бы на три пиццы, наверное, мало. Но ок. Пусть будет так. Пока ждем доминос, давай морс. Морс поистине холодный. 8 градусов. Облепиховый топчик. Мой любимый. Вообще, вот в плане напитков, респект футбенду. Потому что у них есть, ну, скажем так, крафт. То есть, облепиховый морс есть. Чай с крокодэ. У доминоса только вот эта попса. Кока-кола, фьюсти и прочее. Футбенду плюсик заносим. Коробочки у футбенда вот так вот запечатаны. Это приятно. Да и вообще коробочки, конечно, классные. Вопросов нет. Вот эти знакомые уже всем сурикаты. А вот и доминос доехал. Приехали на 10 минут, чем обещали. В 12.20 обещали, в 12.10 приехали. Так, ну тоже горячая пицца. Чуть холоднее, чем у футбенда. Но 58 градусов. И это хорошо. Это хорошо. Тем не менее, футбенд по факту выигрывает по температуре. Не знаю, как они это делают. Вау, вот отсюда прям пыхнуло жаром. 67. Она лежала посередине. И она ровно такая же, как в футбенде по температуре. Ладненько, все. Начинаем баттл. Ну и напиток от доминоса. Банальный фьюсти. 11 градусов. Тоже холодный. Там было 8, тут 11. И то, и другое. Это хорошо. Пока идут наравне, на мой взгляд. Пока и доминос, и футбенд оба красавчики. Доминос чуть-чуть не выполнил, как бы, свои заявленные полчаса. На 20 минут позже. Но, тем не менее, предупредили, позвонили, согласовали. За это респект. Футбенд привезли гораздо шустрее, чем когда-то в обзоре. За это им тоже респект. Ну, вообще, видно, на самом деле, да, что тут сорокушечки лежат, а тут пиццы поскромнее. Сейчас все цены обсудим, взвесим, сравним и так далее. Веса, кстати, у доминоса на сайте нет. У футбенда вес пицц есть. Начнем с пиццы 4 сыра, потому что она всегда быстрее всех остывает. 830 рублей стоит футбенд 40 сантиметровая, 870 грамм. И 870 рублей 33 сантиметровая стоит в доминос. Я не знаю, футбенд снижали цену или нет, потому что они знают, что в ближайшие недели будет обзор. Я надеюсь, что нет, то есть эти же цены и останутся. Но по факту вот эта пицца дешевле этой, и она больше даже вот невооруженным взглядом это видно. Что-то не то. Не, я сейчас, конечно же, громовки здесь проверю, и эту мы взвесим, чтобы было понятно. И, ну, даже просто глядя на эти пиццы чисто визуально, видно, что пицца от доминоса сильно проигрывает. Сильно проигрывает вот этой пицце. Потому что здесь ребята смотрят мои обзоры. Вот, посмотрите. Орегано, травочка, да, сыр, томатный соус. Ну, не классическая белая пицца. Они с томатным соусом делают так же, как и Папа Джонс. Тесто чисто визуально здесь гораздо приятнее. В доминосе ситуация, честно скажу, неожиданно для меня. Она печальней, потому что, ну, вот, потому что, мне кажется, все видно, нет? Опять-таки, ребята, я не хочу, чтобы футбенд выиграл. Нет такой задачи. Нет такой задачи. Задача показать объективно. Вот доминос. Вот здесь чуть-чуть сыра дорблю или горгонзола. И вот оно, тесто. Оно неплохое. Видно, что тесто тоже вот такое оно все. То есть, видите, да, сверху семола, то бишь манка. Ну, как я люблю, но, тем не менее, оно какое-то бледненькое и чуть менее аппетитное, чем футбендит. В бенде тесто выглядит гораздо лучше. Сейчас попробуем как-то взвесить. 870 грамм. Да, вот, все, короче. Это держится, это держится. Ну, 916, оп, поймали нормально по весу, даже небольшой 30-граммовый перевес. Смотри, вот, несмотря на то, что здесь есть подложка, да, из пергамента, коробка у футбенда, она вымокла. То есть, вот этот сыр, это не влага, это, ну, как бы жирность сыра. Она вот сюда все-таки так или иначе вытекла. Не гуд, не гуд, не гуд. Но при этом, например, у доминоса вообще нет такого понятия, как какая-то подложка. И, учитывая, что коробка тут суши, хотя тоже есть какие-то пятна, мы делаем вывод не то, что она лучше, потому что коробка суши, а то, что сыров здесь меньше. И, соответственно, потекло меньше. Давай попробуем взвесить. Но она явно меньше, граммов 700, наверное, дай бог она будет весить. Да и то не факт. Вот, ребята, это доминос. 400, блин, 400 граммов, 470 граммов против 900 граммов от футбенда. Тут без вопросов футбенд первые. Ну, я не знаю, честно говоря, что сказать. То есть, тут, возможно, это какое-то стечение факторов, да, потому что и с доставкой доминос накосячили, хотя это их фишка. Ну, не то, что накосячили, ну, в смысле, не 30 минут. И приготовлено вот так вот, то ли футбенд стали делать лучше в ближайшие недели, я не знаю, кстати, вы же будете заказывать наверняка у них? Вот пишите в комментах обязательно. Ни один коммент не удалим, если все будет по-другому. Эти стали делать лучше, а эти катастрофически хуже. Может так? Хрен его знает. Ладно, давай попробуем. Ну, тут очевидно, очевидно, что, ну, то есть, вот этот кусок и вот этот кусок, это вообще из разных вселенных. Вот это вкусно выглядит, это... Это лепешка с сыром. Доминос, полный провал, 4 сыра, 0 баллов. Это лепешка с сыром, это не пицца. Сухо. Что касается футбенда, я думаю... Я Папа Джонс в любом случае буду вспоминать, мне очень нравятся их 4 сыра. Это небо и земля. Это вообще нет. Доминос, полный провал по этой пицце. Футбенд, да, но с нареканиями. Если говорить в целом по ощущениям вот вкуса, конечно, это гораздо, гораздо лучше, чем Доминос, но 4 сыра не топчик из-за какой-то ощущения дисгармонии начинки. И знаете, и такого, что ли, ощущения не ярко выраженного сырного вкуса. То есть, нет, я чувствую сыры, чувствую соленость, я все чувствую в этой пицце, она хорошая такая, жирная, сочная. Ну, как должна быть пицца 4 сыра? Но по вкусу мне чуть-чуть не достает. Опять-таки, если сравнивать с Папой, если сравнивать с Папой, да, опять-таки, если сравнивать с Папой, то в Папа Джонс мне 4 сыра все равно нравится больше. Я не знаю, почему. Никто не может ни Додо Пицца, ни Алло Пицца, кто у нас там в топе, ни Доминос, который тоже, кстати, был в топе, но, походу, алло. Все. Короче, если говорить, то вот эта пицца 4 сыра, по сравнению с этой, это, конечно, 5 с плюсом, но по сравнению в целом, вот, пицца, которую я ел, да, тот же Папа Джонс в доставках или хороших пиццериях, на месте я кушал вкусные очень пиццы. Вот эта четверочка, вот, ну, четверочка, не больше. Это просто дно Днищенска, это ноль. Вот это 4 сыра, которые еще и стоят, столь дороже, да, дороже, 870 рублей она стоит. И вот эта, я извиняюсь за 830, ну, конечно. То есть, вот в этом сравнении однозначно футбенд. Однозначно. Вы можете писать 10 раз там, что, типа, футбенд заказал. Да, я вам открыто и говорю, этот обзор заказан футбендом. Это абсолютно точно. То есть, я тут ничего скрывать от вас не буду, но мне не надо даже вам ничего говорить словами. Тут все и так видно, понимаешь, что вот в этой номинации однозначно футбенд победил. А дальше вы можете писать все, что угодно. Я с вами даже спорить не соберусь. Окей, дальше у нас какая-то итальянская пицца. Я заказал одна там у них называется сицилийская, по-моему, в Доминосе или в футбенде, неважно, а вторая итальянская маринара, стандартная, с оливочками вкусненько. Сейчас сравним. Итак, у нас пицца с оливками от футбенда. Они поменялись сторонами. А вот здесь уже, вот смотри, здесь довольно симпатично выглядит и Доминос. Пицца сицилийская, 33 см. 870 рублей. Маринара Итальяна. Ну, в общем, тоже итальянская и та, и другая. Сицилия, это же часть Италии, мы знаем, да? Хорошо. 40 см, 890 грамм, 545. 545, 869. 869, 545. Знакомьтесь, да? Но тут к внешнему виду нареканий, по крайней мере, к Доминосу гораздо меньше. Цена вопрос философский. Зараза, все орегано посыпано. Просто все посыпано орегано, чтобы Виталя был доволен. Окей, давай взвесим. Давай начнем с Доминоса. Ну, тут хоть какой-то вес, блин, 790 граммов. Вот это уже пойдет. Так, и пицца гораздо дешевле. Сейчас я с этой стороны забреду. На подложечке нам придется сложить, наверное, пополам, чтобы, как в прошлый раз, не было фиаско, братан. Тоже все, вес соблюден, опять-таки, чуть-чуть даже больше. Ну, вот, смотрите. Все-таки, ну, как ни крути. Слушай, она дешевле, чем в Доминос. Я не знаю, я серьезно не знаю, как это комментировать. То есть, в Доминос она выглядит хорошо, тоже хорошо, да? Те же самые по размеру оливки. Ну, вот, берем куски, да? Те же самые по размеру оливки. Какое-то там миско, видимо, или нет миска вообще? Тут-то есть, вон, курочка, смотри. Может, из-за этого она дороже. Тесто и там, и там выглядит приятно, в отличие от пиццы 4 сыра. Тут и к Доминосу нет вопросов. Сырок одинаковый. Тут орегано, сразу респект. Оливок больше. Ну, короче, не знаю, но пишите в комментах, окей, давайте я не буду говорить, где пицца выглядит лучше. Я сам не могу определиться. И та, и другая, в принципе, вызывает аппетит. Любителям оливок, конечно, вот это больше понравится. От Фудбенда. Фудбенд. Вкусная пицца, хорошее тесто. По этой пицце мне особо даже сказать нечего, потому что я, как бы, ну, она... Ее даже сравнить-то не с чем, потому что я не часто беру штуки вот эти маринарные, да, с оливками и маслинами. Но она вкусная, как факт. Так, Доминос. По вкусу эти две пиццы почему-то очень отличаются. И та, и другая вкусная. Могу сказать, что в данном случае Доминос скорее складывает впечатление более такой влажной пиццы. При этом у Фудбенда она чуть менее влажная, но более насыщенная по вкусу. Вот так вот можно объяснить. Акцент, естественно, на оливках. Тут все-таки акцент такой, знаешь, болгарский перчик. Чувствуется сырок. Немножко оливки, совсем чуть-чуть. Они все-таки разные. То есть это две разные пиццы. По вкусу, если выбирать, наверное, все-таки я бы поел Доминос. Вот чисто по моим ощущениям. Потому что там курочка, там помидорочки, там вот это. Вот это все. Здесь все-таки очень много оливок, хотя она тоже вкусная. Хотя она тоже вкусная. Дальше уже выбирать вам, потому что очевидно, что эта пицца дешевле. Дешевле на 300 рублей и больше. И эта пицца дороже, но, пожалуй, чуть-чуть вкуснее. И при этом еще и меньше. Вот. В общем, удивительно. Ну, слушай, но объективно Доминос это все-таки не только короли времени доставки. С чем мы сегодня, судя по всему, поспорим на самом деле. Потому что одинаково привезли ребята. Но они короли акций. То есть вот когда есть акции, то там, я не знаю, там 200 пицц по цене одной. Тогда в Доминосе как бы нормально брать. Но если это цена вот стандартной пиццы, то за эти деньги вот эту пиццу, конечно, это очень дорого. Очень дорого. При этом, если цена у Фудбенда такая останется, то это очень адекватно. Это более чем адекватно. Но я не думаю, честно. Я прям вангую, что через какое-то время цены поменяются. Будто эти пиццы стоят дороже. Ну, 40-сантиметровая килограммовая пицца за 540 рублей. Это что-то странно, короче. Товарищи из Фудбенд. Я не знаю, что вы там мутили. Но мне кажется, подорожает. Ну, ведь подорожает же, а. Ну, и у нас остались пепперони. Две пиццы пепперони. Я удивляюсь серьезно. Почему у Доминоса все пиццы, такое ощущение, с разным тестом. Дим, вот здесь вот давай сейчас монтажом ставим 3 пиццы. Вот пицца, там 4 сыра и вот это итальянское. И реально ощущение, что 3 разных теста. Тут вообще какой-то пирожок тупо. У Фудбенда все стабильно. То есть, они от пиццы к пицце выглядят одинаково. Что сказать? Я не знаю. Ну, давайте я не буду комментировать. Давайте не буду комментировать. Я всегда Доминос хвалю. Но когда вот так... Не знаю, блин, что сказать. Пепперони разные. И те вкусные. Вот это вообще на ремитовские похожи, кстати, пеппероньки. Вот это какие-то, наверное, более мажорные. Но они какие-то маленькие. Выглядят чуть стремнее. Ну, пишите в комментах ваше мнение. Давайте пиши. Хэштег пепперони мнение и погнали. Что вы думаете про пепперони? Или вообще про все можете мнение написать свое. Ну, вот. Тесто они там и там. Мне, в принципе, нравится. Ну, вот здесь довольно все справедливо. Тут, наконец-то, что-то дороже у Фудбенда. Вот это пепперони 795 рублей стоит. Вот это пепперони 759. 33 сантиметра и 40. Выглядят они ровно так же, как на картинках. Не знаю, что сказать. Вот. Какие-то разные, что ли, замесы. Черт его знает. У Фудбенда все хорошо с тестом, блин. Как и было. Я прям вангую, что все-таки это, наверное, ремит. Потому что у меня лежали такие пепперони долгое время в морозилке. Я ими пользовался. А это что-то другое, короче. Какое-то более говядистое, что ли. Непонятно. А это более папричный цвет такой. Много специй. А тут побольше мяса, наверное, так. Вот. Ну, что сказать. Нормальное тесто. Мне все-таки нравится. Да, даже у Доминоса, несмотря на то, что тут пузыри всякие. Тесто довольно такое эластичное и приятное. Вот. Ну, видите, да. То есть оно не как булочка. Хотя, скорее, оно более булочное, нежели у Фудбенда. Потому что у Фудбенда прям вот тесто, как, я не знаю, как у папы. Доминос. Самая вкусная за сегодня пицца от Доминос. Реально, очень сочная, очень сырная. Соус и вкусные пеппероники. Вкусная колбаса, реально. Мне нравится. Она и солененькая, и чуть-чуть остренькая. Все, как надо. Так, ну давай теперь Фудбенда бахнем с другими колбасками. Братан, можно твоей помощи? Просто давай. Я боюсь быть необъективным, но, по-моему, здесь Доминос выигрывает по вкусу. Жахника две. Сейчас менее специалисты, узнаем. Доминос как-то сочнее. Сочнее, да? Вкуснее сыра больше. Короче, по пеппероне давай. Ну, сюда кидай. А, да. Короче, Дим тоже подтвердил мои ощущения, что Доминос реально сочнее. Колбаски, вот эти пепперони темные, они вкуснее, чем вот эти. Ремит, не ремит, не знаю, но они вот эти вкуснее. Во-первых, они толще нарезаны. И они все-таки, да, они прям вот мясные. Здесь они какие-то высохшие. Короче, пицца от Фудбенда более сухая. Сносная, нормально, но более сухая. И вот в данном случае, учитывая цену, я бы, наверное, взял пепперони от Доминос. Вкуснее, лучше, сочнее, чем Фудбенд. Аллилуйя. То есть, я бы сказал так, тут пепперони Доминос выиграла не настолько, насколько 4 сыра Доминос проиграли 4 сыра от Фудбенда. Наверное, вот так бы я сформулировал. Но, тем не менее, все-таки здесь Доминос, однозначно. Я заказал три пиццы, я попробовал три пиццы, в общем-то, как и хотел. Отлично. Мы сравнили колбаски, мы сравнили сыры, кто как кладет. Мы сравнили тесто. Да, и мы сравнили просто разнообразную пиццу на базе оливок а-ля маринара, короче. Вот, что касается напитка. Фьюсти я пробовать не буду, давай я попробую облепиховый морс. Так, за жлобство Фудбенда поговорим. Ой, красавчики. Топовый облепиховый морс, реально, как в этом. Как, сколько он стоил? Если он до 150 рублей, это будет офигенно. А, я не сохранил себя. По-моему, 130. Что-то такое. Сейчас на экране вы видите, сколько стоит морс. Очень вкусный морс. Прям стоит своих денег абсолютно точно. Я офигеваю, Дим, насколько сейчас подорожали всякие соки. Я их сто лет не покупал, а тут что-то мне надо было купить. Блин, под сотку просто сок. Или какой-нибудь вишневый там рич стоит там 110-120, блин. Это дичь какая-то. Раньше соки были по 30 рублей, блин. Что, у нас типа нет кризиса в стране. Соки были по 30, стали по 120. Все норм у нас, господин президент. Вот. Ладно, мы сегодня про пиццу. Сейчас подведем итоги табличками. Но все-таки свое ощущение, если подытожить, то по доставке фудбен стали лучше. Доминос на этот день стали хуже, чем обычно. Как мне кажется. Относительно вкуса, веса и соотношения цена и вес, то, конечно же, фудбенд порвал. Доминос в пух и прах. Доминос без акций заказывать крайне невыгодно. Только акции. А доминос, если сохранят цены, ой, а фудбенд, если сохранят цены, то выгодно заказывать и без акций. Ну, реально. Плюс, акции есть, кстати. Как я и сказал. Заказывайте через приложуху пицца пепперони в подарок. Хотя она менее вкусная, чем в доминос. Делайте, что хотите, в общем. Делайте, что хотите. Какие у меня еще ощущения. Тесто все-таки фудбенд. Все-таки лучше. Начинка все-таки, наверное, примерно наравне. Но где-то фудбенд лучше, где-то доминос показались лучше. Не могу сказать однозначно, чтобы я выбрал. То есть по акциям брать вот эти пиццы поменьше или фудбенд. Наверное, не буду говорить. Я останусь с Папа Джонс. Вот как ни крути. Мне чизбургер пицца, мне 4 сыра пицца. Мне нравится в Папа Джонс. Вот вкуснее не делают. Недавно Доду пицца заказывала. Она тоже классная. Нет, тоже вкусная, качественно сделанная. Но почему-то все равно по вкусу не хватает мне. Я все. Я просто у меня Папа Джонс головного мозга. Ничего не могу с этим поделать. Но фудбенд красавчики. То, что, по крайней мере, время доставки наладили. И качество не упало. Это классно. А Доминусу есть над чем поработать. Вот. Ставим баллы. Может быть еще что-то обсудим. Да, пожалуй, и так все понятно. Но баллы ставим. Вот они баллы. Значит, фудбенд и Доминус. 77 баллов Доминус и 85 фудбенд. Доминус у нас падает с топа рейтинга. Это справедливо, я считаю. Доминус показали себя сегодня не с лучшей стороны. Причин не знаю. Возможно, это какой-то сбой. Вкус качества. Я поставил 3,5 Доминус и 4 фудбенду. Потому что все-таки в целом, по ощущениям, фудбенд показал себя лучше, чем Доминус. Но, тем не менее, пицца пепперони фудбенда чуть-чуть расстроила. Остальные пиццы, ну, не расстроили. Тесто вкусное. У Доминуса понравилось, в общем-то, только пепперони. Остальное... Да и нет. С маслинами тоже такая неплохая, сочненькая была. Соответствие я ставлю 5,5. То есть, заявленные громовки фудбенд соблел. А Доминус ничего не заявлял. Поэтому, по факту, тоже все соблел. Ну, раз уж сантиметры можно было проверить. Но по начинке нормально. И там, и там. То есть, все как на картинках, так и есть. Слава богу. От души. Сервисы я ставлю четверки. Скажите, за что? Ну, фудбенду, например, за то, что вот это вот, ну, вот это вот на три пиццы. Это очень странно, несмотря на количество персон. Жвачки Ловис, это прикольно, но чуть-чуть такое ощущение, что не додали. Сайт у них нормальный, хорошо сделанный. Приложуха, в принципе, удобная. Она обновленная у них, тоже хорошо сделана. То есть, по большому счету, за комплектацию и все. Вопросы есть, остальных вопросов нет. Что касается Доминоса, ну, сегодня реально не их день. Или Доминоса. Потому что и сайт у них работал сегодня. Вон, Димон делал заказ, он заколебался. Там что-то все висело, да? Все висело. Походу, какие-то хакерские атаки. Фудбенд, не вы там хакерили? Доминос, что сегодня все еле пахало, короче. Вот. Поэтому тоже за сервис я снижаю баллы. В случае с Доминосом, опять-таки, за отсутствие салфеток. Потому что их, кстати, вообще не дали, да? Вообще не дали нам салфеток? Ну, потому что, да. Слушай, давай, знаешь, что мы сейчас? Я им еще меньше поставлю. Ну, потому что 3,5 я им поставлю. Вот это будет справедливо. Не дали салфеток, медленно работал сайт. И еще. А, и фуд... Нет, короче, обоим ставим по 4, потому что еще к фудбенду претензия, что где мой чек? Нет чека. Вот. У Доминоса чек есть. Скорость 4 Доминос и 4 Фудбенд. Они сравнялись, на удивление. Фудбенд лучше стал, Доминос хуже стал. Температура 4,5 Доминос и 5 Фудбенд, потому что, ну, объективно горячее. Критерий лайк. Да, оба получают, потому что Доминос красавчики. Особенно, если они будут соблюдать свое время, то они, ну, время доставки, то они останутся красавчиками. Что касается цены, то Доминос это только по акциям. Вот, только акции в Доминосе есть смысл заказывать, иначе смысла нет. Фудбенд есть смысл заказывать и без акций, но если будут акции, это еще круче. Все, ребята, вот такие вот итоги. По факту, Фудбенд победил Доминос, но Фудбенд не занял первоочередное место в моем сердце, потому что в нем до сих пор остается Папа Джонс. Я, кстати, не голословный, я реально, вот, ребят, вот, или я уже выбросил коробки. Мы недавно заказывали и заказывали Папа Джонс. Ну, а что поделать? Ну, люблю я его. Вот такие выводы. Вы делайте свои выводы, пробуйте и высказывайте свои мнения в комментариях. Обязательно ни один комментарий не удалим. Если вы не грубите, не хамите, не пишите гадости, чтобы другие не читали, конечно, мы вас забаним. Вот, но если вы нормальный человек, пишите свое мнение, то, пожалуйста. Все, ребята, спасибо за просмотр. В воскресенье прошло не зря. Я надеюсь, вы успели покушать за это время. А если не успели, то приятного вам, так сказать, доедания. Ну, я думаю, успели. Обзор-то на 30 минут уж точно получился. В общем, все. До следующего воскресенья. На этой неделе мы постараемся, чтобы еще выходили интересные ролики. Ну, и все. И обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы следить за новостями какими-нибудь. Вообще, что происходит. Потому что обзор не вышел в то воскресенье, люди пишут. Где, 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 где обзор? А были подписаны на инстаграм, вы бы знали, почему не вышел обзор. Потому что времени не хватило. А почему не хватило времени, вы бы тоже знали, если подписались на инстаграм. А также заходить на наш сайт. Там рейтинг всех доставок с вашими прекрасными, спасибо вам огромное, отзывами на каждую доставку. Самый народный рейтинг только у нас на сайте. Все. Всего вам вкусного. До свидания. Пока. Морс облепиховый. Классный, конечно. Вчера во вкусвили, кстати, брал морс. 130 рублей, по-моему, стоит. Тоже вкусный. А что, похоже? Класс. Да, у меня облепиховый компьютер. Не, облепиховый морс я обожаю. Раньше вообще терпеть не мог облепиху, блин. Вообще ненавидел. Корректор субтитров.